Если бы я знал, что будет в Сирии, я претендовал бы на Нобелевскую премию. Если бы я знал, что делать в Сирии, я претендовал бы на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Этого не знает никто. У нас есть свои интересы в Сирии, несомненно. Это наша могучая и политическая, и военная, и дипломатическая база на Ближнем Востоке. И мы, конечно, сражаемся поэтому за режим Асада. Мы союзники режима Асада, еще начиная с отца Асада, с Хафиза Асада. И так остается и при сыне Башаре Асаде. У американцев здесь свой интерес, причем он достаточно размыт, потому что они ни в коем случае не хотят прихода врагов Асада. Они хотят, чтобы там было спокойно. Но они не хотят усиления Ирана. А нас усиление Ирана в дочительной степени устраивает. Поэтому здесь есть конфликт интересов наших и американских. Но общий наш интерес состоит в том, чтобы там не было большой войны. И чтобы эта большая война не разрослась из этого региона по всему миру. Вот в этом наш несомненный интерес. И в данном случае этот интерес совместный превалирует над разными интересами. И этот совместный интерес привел к тому, что мы фактически протянули руку помощи Бараку Обаме, президенту США. Который, с одной стороны, решился нанести удар. А с другой стороны, абсолютно не был уверен в том, что это решение правильное. Что будет теперь сказать сложно. Потому что мы пошли, российская дипломатия пошла на такой редкий в нашем исполнении, такой изящный, я бы сказал, политико-дипломатический вариант. Но этим вариантом мы взяли на себя ответственность за поведение Асада и за уничтожение им химического оружия. Если этот вариант пройдет, если все будет в порядке, наши очки на мировой арене резко повысятся. Мы приобретем очень хороший мировой рейтинг, которого мы в значительной степени последние годы лишались. Но если это не получится, мы окажемся в двусмысленном положении. Поэтому сейчас просто весь мир в режиме ожидания, но ожидания активного. Потому что идет, с одной стороны, давление на Асада, более жесткая сторона штатов, более дружественная с нашей стороны. С другой стороны, идет давление на противников Асада, чтобы они не мешали этим мирным инициативам. Что будет дальше, посмотрим. Сейчас прогнозировать невозможно.